Вчера на выставке купила ливийское стекло. Да, это один из видов тектитов, такой же как молдавит, но поскольку эти метеоритные дожди выпадают в ливийской пустыне и, соответственно, попадая в песок, я рассказывал на предыдущих прямых эфирах, это тектит. Ливийский тектит, ливийское стекло, взяла камень в левую руку, мгновенно очень сильная пульсация, чувство жара в ладони, затем те же ощущения в Сватхистане, поместила камень на низ живота, пошел сильный жар и чувство, что камень проваливается внутрь. Прекрасно, так и это очень хорошо как раз, это значит матрица зашла в то самое время, когда это нужно было. Ощущение, когда камни, которые лежат на вас, перестают чувствоваться и как будто они проваливаются внутрь, это ощущение того, что камень, его матрица уже начала очень большой сильный вибрационный резонанс между вашей системой и между матрицей минерала. Пошел сильный жар, чувство, что камень проваливается внутрь, в животе все взорвалось, непрерывное движение, появилась тошнота, которая прошла минут через десять. Очень мощные ощущения заставили прервать сеанс. Расскажите, пожалуйста, для чего этот камень, о чем он и что лечит, как часто его использовать и возможное взаимодействие с другими минералами. Противопоказаний для взаимодействия с другими минералами нет. Ливийский тектит, ливийское стекло взаимодействует абсолютно со всеми центрами. Лучше всего от пупка до солнечного сплетения. Солнечным сплетением эта зона. А так, вообще, как и все тектиты, он работает на всю систему, как и метеорит. Этот минерал связан также, как и все тектиты и молдавит, в том числе, это метеоритное стекло. Когда метеорит, попадая в песок, происходит микровзрыв и вот эти вот куски расплавов, они разлетаются во всех направлениях от 200 до 300, 400 метров в пустыне. Потом находят их, соответственно. Достаточно дорогой минерал, редкий. Помимо того, что он дорогой, он достаточно редкий. Вот. Про что он? Он про обретение другого уровня энергонасыщенностью, плюс он ориентирует ваши энергоцентры, так я называю чакры, в принципе, как бы. Вот. Ориентирует таким образом, чтобы ваша система могла пропускать энергии на другом уровне. Больше, шире, глубже, чище. Вот. И он может быть добавлен в любой из сеансов с целью усилить действие и соностроить. И очень хороший информационный канал. И дает такую вот энергию солнцу. Как бы много солнца там. Потому что песок, это его родное место. Он именно из пустыни ливийской. И, соответственно, попав туда и всплавив, там еще кусочки микрочастицы метеорита находятся в этом ливийском стекле, как в любом тектите. Вот. Очень хорошо можно заряжаться, так мягко. Но часто не рекомендую, поскольку специфический камень и будет требовать от вашей энергосистемы резкого расширения. Трудно быть богом по системе. Сложно воспринимать на достаточно широком, в широком диапазоне всю информацию, которая к вам будет приходить. Энергию, которая к вам будет приходить. Поэтому пока по чуть-чуть добавляйте в сеансы, но вовремя убирайте его. Ну там, пусть он в сеансе лежит. Уровень там от пупка до солнечного сплетения. Ну и где-то приблизительно там, я не знаю, минут 10-15 в сеансе максимум. Потом убирайте из сеанса. Он как раз поможет адаптировать и самостроить минералы. Очень хороший проводник. Очень хороший проводник и очень хороший информационный канал. Энергоинформационный. Усилитель. Усилитель, катализатор, расширитель, причем чистый. Очень чистый, хороший, без своих как бы противопоказаний. Но это для достаточно продвинутого уровня пользователей, скажем так. Уровень продвинутых учеников. В принципе, думаю, что вы как раз на этом уровне находитесь, поэтому вам это все помогло. И так как вы его все-таки убрали с низа живота, да, слишком много. Слишком много жара, огня. Такая огненная стихия, но в первую очередь он метеоритное стекло, тектит, а потом уже, соответственно, это связь со Вселенной. Это связь со всем, со всеми планетами, со всем зодиаком и практически еще и с энергией Вселенной. Универсальная такая энергия.